423 новых случая ковид в Приднестровье, 26 человек выписали домой. Освободившиеся койки сразу же занимают новые пациенты. Свободзейский госпиталь заполнен на 100%, 20 резервных коек, как рассказала главврач, держат для экстренных случаев. Оставляем на случай ухудшения состояния пациентов на дому в ночное время, выходные, праздничные дни, мам с детками, беременным женщинам. Если я понимаю, что госпиталь заполняется, а потребность койков еще велика, ну и между коллегами организован госпитализацию в лечебное учреждение, госпиталя инфекционная, где на данный момент присутствуют свободные койки. Вчера в Свободзейский госпиталь поступило 25 человек, из них две трети в тяжелом состоянии. По словам Алены Лапиной, в последнее время все больше тяжелых случаев. Это когда долго держится высокая температура, потом резко возникает дыхательная недостаточность. Тем, кто прошел курс лечения и уже идет на поправку, делают КТ и обязательно антигентест. Он должен быть отрицательным. И только тогда пациента могут выписать из госпиталя. Алена Лапина рассказала, с Минздравом сейчас обсуждается вопрос, чтобы тех, кто чувствует себя хорошо и у кого нет хронических болезней, выписывать домой, ждать результата теста. И таким образом освободить место для больных, которым нужна госпитализация. Для того, чтобы разгрузить кое-кинфекционных госпиталей, пациенты, которые уже не имеют субъективной симптоматики, в которых положительная динамика на компьютерной томографии, которые чувствуют себя хорошо, отсутствуют жалобы, но при этом антиген сохраняется еще положительным, можем выписывать их на амбулаторное наблюдение к участковому терапевту с целью ожидания отрицательного антигена уже в амбулаторных условиях. Сейчас дома с коронавирусом около 2500 приднестровцев. Болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно. 130 человек из тех, что находились на домашнем лечении, на этой неделе пришлось срочно госпитализировать. Состояние их ухудшилось.